Депутаты Государственного Совета Чувашии 6-го созыва сегодня собрались на первую сессию. Парламент Республики избирался по смешанной системе. Из 44 депутатов 22 одержали победы в одномандатных округах. 22 прошли по партийным спискам. Сегодня парламентарии выбирали руководящие органы, спикера, заместителей, председателей комитетов. Имена и цифры нового парламента Чувашии в репортаже Татьяны Молоковой. Первая сессия парламента обычно установочная. Здесь избранные депутаты впервые встречаются после долгой для кого-то изнурительной борьбы. Сегодня стало понятно, что победа одержана и можно немножко расслабиться. Но во вступительном слове глава Чувашии напомнил депутатам, что все-таки предстоит большая работа. Уважаемые депутаты Государственного Совета и коллеги! Защищать интересы избирателей в непростой период, сложное для нашего государства время. Миссия непростая и в то же время почетная. И мы обязаны с ней справиться, быть достойными этой чести. У нас с вами общая цель – развивать социально-экономический потенциал родного края, повышать качество жизни в регионе, обеспечить достойное будущее нашим детям. Для ее эффективного решения необходимо консолидировать наши усилия, невзирая на партийную принадлежность и личные симпатии или антипатии. По закону первую сессию должен вести старейший депутат. Так уж получилось, что эта честь выпала сегодня Елене Бадаевой. С комсомольским задором Елена Игнатьевна взялась за дело. После процедурных вопросов, сложения полномочий депутатов Юрия Исаева и Олега Николаева, депутаты приступили к выборам председателя Государственного Совета. Фракция «Единая Россия» предложила на этот пост парламентария с опытом Валерия Филимонова. Правда, Игорь Маляков предложил на этот пост спикера парламента пятого созыва Юрия Попова. Спасибо, Игорь Юрьевич. Предложение было, но я тогда же отказывался, поэтому я беру самоотвод. Спасибо. Принимается. Большинством голосов председателем Государственного Совета избрали Валерия Филимонова. Валерий Николаевич – депутат четырех созывов. В своей приветственной речи новый спикер напомнил, что на выборах убедительную победу одержала «Единая Россия», но подчеркнул, что работать надо совместно. Только согласованное действие между всеми политическими партиями, которые существуют, работают, действуют на территории Чувашьей Республики, и в том числе, конечно, основные политические силы, которые представлены в Государственном Совете, можно работать и во благо достигать успехов. И поэтому, конечно, мы должны, несмотря на то, что, конечно, большинство, даже конституционное, мы сегодня представляем партии «Единая Россия», мы должны друг друга слышать и слышать. Также на первой сессии формируют депутатские объединения, комитеты госсовета и выбирают составы комитетов. Из 44 депутатов 8 представляют КПРФ, ЛДПР и «Справедливую Россию». Они совместно с «Единой Россией» составили 4 фракции в Государственном Совете Чуваши. Также 4 в парламенте будет и комитета. Названия и направления их работы остались традиционными. По госстроительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике, по бюджету, финансам и налогам, по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии, и по социальной политике и национальным вопросам. На обсуждение кандидатур председателей депутатам пришлось собираться отдельно. Видимо, общий положительный настрой сессии повлиял и на собрание комитетов. Практически безальтернативно были избраны и председатели комитетов. Их возглавили Николай Малов, Альбина Егорова, Сергей Павлов и Вячеслав Рафинов. Заместителями спикера парламента также единогласно были выбраны Николай Малов и Альбина Егорова. И еще немного цифров. В Государственном Совете Чувашии с 6-го созыва избрались 5 женщин. Среди депутатов 4 врача, 1 учитель, 1 ректор университета, 3 чиновника, 6 профессиональных парламентария, 1 сенатор, 1 повар, 1 юрист и 26 директоров. В 6-м созыве из 44 депутатов 22 избраны в первый раз. Самому молодому депутату недавно исполнилось 27 лет. Появление женщин – это, конечно, знак избирателя о том, что женщина, возможно, может более чувствительно ощущать проблему внутренней политики и влиять на предложения, которые могли бы менять ситуацию и в образовании, и связанную с поддержкой зрелого возраста. И мне кажется, что это очень важно – продвигать вопросы, связанные с тем, какой бюджет может быть в подвержку сегодня и учителей, и воспитателей. Мне новому человеку интересно. И, конечно, идеи есть. Они появились, когда мы встречались с избирателями. Было очень много вопросов, которые в течение ближайших 5 лет мы должны решить совместно с районами администрации. Депутаты Государственного Совета 6-го созыва настроены на работу. И первое, что необходимо сделать – утвердить бюджет 2017 года. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Расиль Мухаммедов, Андрей Шоклев. Республика.